Я хочу показать книгу Хагарда, таким образом, называется «Собрание сочинений, приключения в Америке и Южной Африке». Сразу хочу сказать, что я не рекомендую именно вот это издание, потому что вот эта вся позолота, вот здесь когда-то была золотая надпись, а её видно, кстати, немножко остатки, она стёрлась. Я даже половину книги не прочитала, она уже вот пришла в такое состояние, и, боюсь, пройдёт год или чуть больше, и даже если она просто будет стоять на полке, вот эта позолота тоже сойдёт, вот эта уже начала сходить, и здесь есть опечатки. Есть ещё одна причина, по которой я не советую покупать. Вообще, в принципе, огромные вот такие толстенные сборники. Потому что когда ты покупаешь книгу, ну, сейчас я, конечно, по себе сужу, в первую очередь ты хочешь прочесть её всё, конечно, сразу, и делить на несколько частей. Хагарда я обожаю с самого детства. Я её полюбила за сначала за то, что он писал повести о Древнем Египте, которым я благоволю, а потом я поняла, что он отлично пишет любые истории, недолго египетские. Но я никогда не замечала, что он пишет по какой-то формуле. То есть, может быть, он писал не по формуле, просто у него так получалось, что он писал словно по формуле. «Есть двое влюблённых в одного человека. Сейчас ты в дальние земли. Высшее происхождение главной героини». Вот Оля Панделькина, наверное, снимала видео о том, как она изучает языки, что читаешь, читаешь, и в один прекрасный момент, и ты начинаешь внезапно понимать. И здесь то же самое. Когда читаешь так много повестей, по-моему, порядка десяти в книге, когда читаешь так много повестей подряд у одного автора, со временем ты начинаешь, у тебя мозг отключается, ты воспринимаешь все истории как одну. Просто там главные герои с разными именами. И не потому что Харат одинаково пишет. Он пишет в определённом стиле, в одном. И я хочу немножко коснуться его биографии. Видимо, она существенно повлияла на этот план книги. Дело в том, что он был очень сильно влюблён всю свою жизнь в одну девушку. Но так случилось, что у него не получилось на ней жениться. Она вошла замуж за другого, богатого человека. И когда он уже состоялся как писатель, был знаменит, ну, не прям знаменит, а известен. И тут, вот я, к сожалению, не помню, тот, за кого она вышла замуж, его возлюбленная. Не то он умер, не то разорился. Вообще, он так или иначе, эта девушка, она оказалась фактически нищей. Она пришла к нему за помощью, он ей помог действительно. И вот это очень… Это отразилось почти во всех его работах. И сейчас я хочу рассказать о его трёх повестей, из книг, которые я показала, как об одной. Потому что они написаны почти одинаково. Это «Дочь Монте Сумы», «Дева Солнца» и «Сердце мира». Это пункт первый. Действие начинается в Европе где-то, а потом переносится в Америку. Причём не в США, а вот когда вот ещё там Мин-9, «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Я сниму себя скайм. Второй пункт. Повести начинаются с повести. Это как книга в книге. Главный герой написал историю своей жизни. И вот теперь читатель читает эту книгу. У него ещё только встречается работа, что он кому-то рассказывает прохожему фактически историю о себе. И мы являемся свидетелями этого повествования. Третий пункт. В Европе была одна возлюбленная, а в Америке становится совершенно другая девушка. Четвёртый пункт. Любовь. Скво. Ставит под удар жизнь главного героя. Причём это скво. Наивысшего просто происхождения. И последний, пятый пункт. Пожизление главного героя. Ну, а шестой пункт. Он немножко спал. Поэтому, пожалуй, я не буду его озвучивать. Иду вышеобозначенных причин. Последующие повести, которые находятся в этой книге, я просто озвучу, где они происходят. И перейдем к следующей книге. В Чужинном Востоке разворачивается действие между христианкой и римским центурионом, которые полюбили друг друга, но не могли быть вместе, потому что вроде как родители завещали христианке выйти замуж только за христианина. И на этой почве, и на почве гонения христиан, ситуации в Иерусалиме, если мне память сейчас не изменяет. Всё это как бы... Очень, кстати, замечательная повесть. Безумно мне понравилась. Я её уже перечитала, потому что эта книга уже есть на моей библиотеке. Но, как я уже сказала выше, есть у меня на руках книга, должна прочитать её всю. Братья, на этот раз мы имеем дело с племянницей самого Салахаддина. Девушка, например, на момента счастлива же поживала себе в Англии, влюбила в себя двух своих братьев, двоюродных. Ну, вот Салахаддину пояснился в сон, согласно которому он должен был её к себе призывать. Конечно, братья ломанулись за ней. Чем всё это закончилось? Мы узнаем, если почитаем книгу. Завещание мистера Мизона – это что-то вроде «Титаника», только романтичнее и счастливее. Девушка попадает на корабль, знакомится там с молодым человеком, они влюбляются, корабль тонет. Причём процесс ухода корабля ко дну паники до такой степени отлично прописан, что не моментально исполнится аналогичная сцена и с «Титаника». девушка спасается, попадает на непитаемый остров. И что было дальше, я не скажу. И последние три повести из книги – это «Нада», «Бенита» и «Ласточка». Все эти действия происходят в Африке, все вышеопозначенные девушки являются не африканками по своему происхождению, просто по обстоятельствам живут в Африке, и у них случаются романтические и не очень приключения в этой стране. Ну, в любом случае, Хаград – писатель очень мною уважаемый, и пока говорю, здесь минуточки появятся такие вот. Очень мною он уважаем, маму мою уважаем, вообще многими людьми по всему миру он очень уважаем, и, конечно, я рекомендую его читать, но не в таком количестве подряд. И, повторюсь, издание, вот именно вот это я не очень советую.